Всем привет! Пришла мне посылка с сайта iHerb. Каждый раз я в основном заказываю посылки 5-килограммовые. Первый раз обратила внимание, что на самом деле вес 3,59 кг. То есть 3,6 кг. Реальный вес посылки, хотя на сайте iHerb сказано, что вес 5 кг. Так, что я здесь заказала? Ну, как обычно эти пакетики уложат. Взяла кокосовую стружку, 100% органическую, 250 г. Хочу добавлять в различные, ну, какие-то торты, кексы, пирожные, в творожники можно тоже добавлять. Много здесь довольно-таки ее, надолго хватит. Следующее это арахисовое масло, вернее паста, наверное, надо, да, арахисовая паста с кокосом взяла попробовать. И там должны быть орешки, кусочки орешков. До этого я брала с белым шоколадом, но мне, честно говоря, не очень понравилось с белым шоколадом. Ну, так, ушла, она добавляла в каши, в каши, вот да, было вкусно. Решила взять, попробовать что-то другое. По отзывам читала, что тоже вкусное, интересное и необычное. Легкий вкус кокоса присутствует. И мелкие орешки. Если я не ошибаюсь, по-моему, было указано здесь, что должны быть орехи. Так, следующее это у меня гель для душа фирма Petal Fresh, 355 мл. Хороший объем. Взяла я апельсин алоэ. Изучала составы, состав тоже хороший, все, мне понравился, ничего вредного в нем нету. Вот купила. Так, дальше что у меня? Ну, взяла опять леденцы зант. Уже беру 101 раз. Как раз они на сайте появились, потому что их бывает сложно очень застать. Взяла две упаковочки сразу с апельсиновым вот этим вкусом. Нам они понравились, просто как леденцы апельсиновые. Так, дальше что у меня здесь? Две упаковочки гомеопатических таблеточек от простуды. Убирают симптомы простуды, заложенность носа, боль в горле, кашель. Очень-очень мне нравится вот эта фирма. Беру уже не первый раз от простуды лекарства. Действительно помогает, убирает симптомы и протекает болезнь гораздо-гораздо легче и намного быстрее. Вот очень классное средство. Взяла я, кстати. Одну упаковочку себе, одну меня попросили. И вот эти лекарства, это тоже от простуды. Тоже гомеопатические, также похожие действия. Тоже хорошо работают. Отлично помогают справляться с симптомами и вообще с болезнью. И тоже одну упаковочку взяла себе, а другую попросили меня также. Следующий заказала, это у меня, по-моему, должно быть жидкое мыло для рук. Да, гипоаллергенное жидкое мыло для рук фирмы Sun&F с дозатором. Ни разу такое еще не брала, взяла попробовать. Понравился состав и цена хорошая. Это была по акции шейкер. Очень хорошего качества шейкер. Был что-то за доллар с копейками, по-моему, удобный. Вот здесь вот такая она поднимается, на нее можно вешать. Крепкий, вот здесь вот она поднимается, да, вот этот вот такой крючочек. Очень удобный запор, хорошо держит. Ничего не проливается. Ничего не проливается. Большой объем. Классно взбивает, все вообще он классно взбивает, вот этот шейкер. Можно также даже тесто какое-то для блинчиков, например, сделать в небольших, если количествах. Классная вещь, поэтому когда он был по акции совсем, за небольшую сумму, то есть у меня обошелся где-то 100 рублей. Ну, конечно, взяла мыло для рук фирма Revitalabs с овсянкой. Взяла по хорошим отзывам. Подходит для всех типов кожи. Вот, будем пробовать. Следующая, это маска для лица Petal Fresh фирма. За ней я долго охотилась. И, кстати говоря, когда мне пришло, что она появилась. А, и еще я вот, хотел сказать, охотилась еще вот за этим средством. Это скраб для губ в виде помады. И так получилось, что вот именно эти два средства в одно время появились на сайте. И плюс в этот момент была скидка на мою любимую продукцию Simple Organic. Это специи различные. Мне тоже хотелось их заказать. Ну, все так совпало. Естественно, я все это заказала. Вот тут вот у меня в зеленых пакетиках это специи как раз. И вот эти две штучки, которые мне давно хотелось попробовать. Вот эта маска для лица, огуречная. Подходит для всех типов кожи. Снимается в виде пленки. Она застывает на лице, снимается как пленка. Удобная, убирает все шелушинки. Кожа становится ровная и гладкая. Ухоженная. Алоя и огурец в составе. Огромная просто бутылка. Вот этот тюбик, мне кажется, очень надолго хватит. Так, и вот этот вот эксфилиатор для губ. Скраб для губ в форме такой помады. Вот достала я его из упаковочки. Так вот он выглядит. Долго хотела его взять на пробу. Очень много восторженных отзывов. Всем он нравится. Цена бюджетная. Попробовала я уже, кстати, сейчас нанести на губки. Такое интересное ощущение, как бальзамчик остается на губах. То есть такая небольшая липковатая влажность, что ли. Но нет ни неприятного ощущения на губах. И классное скрабирование. Губки действительно очень нежненькие становятся после него. Мы будем экспериментировать, пробовать, тестировать. Так, это у меня минеральная... А, это у меня я брала, да, основу под тени. Беру я ее, кстати, второй раз. Очень мне понравилось вот это вот средство. И бюджетное, и отлично на нем тени держатся. Никуда не скатывается. Фирма Эльф. Вот так вот он выглядит без упаковочки. У него стандартный... Как одной рукой. В общем, у него такой стандартный вот этот спонжик. Ну, я думаю, многие его знают. Действительно классная вещь. И классные тени держатся, никуда не скатываются целый день. Цвет хороший, как раз такой оптимальный. Не слишком светлый, не слишком темный. Хорошая штука. Вот как выглядит сам аппликатор. И цвет базы такой бежевый нейтральный. Так, еще мне пришла, ну, сказала я вот такую помаду или блеск, наверное, скорее, жидкий. Эльф. С одной стороны, вернее, вот это, да, помада, а вот это блеск. Я ее открыла, чтобы удобнее было показать. Но что-то она в чем-то... Она в блеске в этом какая-то липкость ощущается. А и вот здесь вот отваливается сам блеск. Почему-то у меня вот все, что я заказывала в таких двойных экземплярах, что ли, у меня почему-то вторая часть всегда отваливается. И что-то он какой-то темноватый. На сайте, мне кажется, не такой был цвет. Он был более оранжевый, что ли. Вот на руке я здесь сделала сводчик. Видите, сверху блеск и сама помадка. Помада вот такая коричневого цвета. Что-то я не такое ожидала, конечно. Не знаю, пока... Пока непонятные чувства у меня по поводу вот этого средства. Но, может быть, понравится, как она будет смотреться на губах и ощущаться, как будет. Да, цвет, конечно, совсем не такой, как был на сайте показан. Ага, и вот здесь видно, что протекло. Вон она, масляная коробочка. Так, и последнее, что у меня тут осталось, это специи фирмы Simple Organic. Беру не первый раз, очень нравится. Вот мой самый любимый, это куркума термюрик. Безумно вкусная, классная. Использую ее чуть ли не во все блюда. Не во все блюда. И покупала у нас. Даже вообще и рядом не стоит. Вот с этой куркумой очень нравится. Беру уже не первый раз. Следующий у меня карри взяла. Специю. Паприка. Вкусный тоже очень. Взяла итальянские травы, такую смесь. Там были прованские, были итальянские. Решила я взять итальянские. Не знаю, раньше не пробовала, но также читала отзывы. Всем очень нравится, все хвалят. Хотела открыть, понюхать, как пахнет. Но не крепко закрыто, а закручено. Кстати, вот это все было хорошо упаковано. В пакетиках. Вот в этих. Ничего не просорилось, не высохалось. И последнее. Это вот тоже протекло, кстати сказать. Это масло лимона. Взяла, чтобы добавлять в печиво какое-то, в творожные запеканки. Здесь у меня 60 миллилитров. Эту небольшую бутылочку взяла. Попробовать понравится, не понравится. Раньше я не брала никогда вот эти масла. Так, ну вот, собственно, и все. Никакой мне подарочек в этот раз не положили. Все. На этом я свое видео заканчиваю. Спасибо всем за внимание. И до новых встреч. До новых встреч.